Улица Фрунзе В 1931 году ее переименовали в честь Михаила Васильевича Фрунзе, который был военачальником Красной Армии в годы Гражданской войны. Почти в самом начале улицы Фрунзе находится стадион «Спартак». Здесь проводятся футбольные матчи и соревнования по легкой атлетике. А внутри здания множество спортивных залов по разным видам спорта. Сюда можно отдать ребенка в одну из спортивных секций. Техтование, дзюдо, греко-римская борьба. В спортивные секции могут записаться как дети, так и взрослые. Напротив стадиона одно из любимых мест отдыха новосибирцев – Центральный парк. Это настоящий зеленый оазис в центре города. Цветущие клумбы, раскидистые деревья, красивый фонтан с подсветкой. Прогуливаться по аллеям парка – одно удовольствие. А зимой в парке заливают большой каток и строят ледяные горки. В Центральном парке – музыкальный театр, который вот уже полвека радует зрителей своими спектаклями. Театр является обладателем 12 престижных национальных премий «Золотая маска». Недалеко от стадиона «Спартак» – НИИТО. Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. Он известен далеко за пределами Новосибирска. Сюда приезжают лечиться со всей Сибири. На протяжении улицы Фрунзе отлично развита инфраструктура. Магазины, торговые центры, несколько бизнес-центров, кафе и рестораны, фитнес-клубы, салоны красоты, детские сады и школы. На Фрунзе – Новосибирский государственный университет экономики и управления, где ведется обучение на пяти факультетах. На пересечении Фрунзе и Красного проспекта еще один буз – Новосибирский государственный медицинский университет, где студенты обучаются на восьми факультетах. Большой плюс улицы Фрунзе – удобная транспортная развязка. В шаговой доступности станции метро «Площадь Ленина», Красный проспект, Сибирская, Маршала Покрышкина и Березовая роща. По Фрунзе проходит несколько маршрутов городского общественного транспорта. Жилой фонд на улице Фрунзе разнообразен. Сталинки, хрущевки, современные многоэтажки в новых жилых комплексах. Жилой комплекс на Фрунзе 49, жилой комплекс «Созвездие», строящиеся жилые комплексы «Праймхаус» возле площади Кондратюка и Пифагор в конце улицы Фрунзе. Если вы захотите купить квартиру на улице Фрунзе, обращайтесь в агентство недвижимости «Жилфонд». Несколько офисов агентства расположены на этой улице и рядом с ней. Специалисты компании подробно расскажут о микрорайоне, подберут для вас варианты жилья в новостройке или на вторичном рынке. Сегодня мы рассказали вам про улицу Фрунзе. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые выпуски. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!